ояя сзади стоять из поверхности не понятно что то такие какие-то цик а девять поверхностей таким полукругом шо то может значить я а еще не знаю все коробки на ней коробки нет не хочу про водитель со стаж 5 категорий коляска не можешь подвести припарковали мой ровер я теперь его буду называть кабриолет вот потому что у меня реально . без крыши это очень важно три кому карина вчера вашей команди незважаючи на уси витивки крота таки вдалося приготувати крокенбурж тому сьогодні вы снова станете капитаном подходьте та обирайте колор фартухи назвать имя другого капитана вероника я просила карину если получится так что ты будешь выбирать капитанов можешь пожалуйста выбрать меня тебе я хочу исправиться она хотела еще раз доказать что у нее все получится я поняла этот ее мотив и одобрила естественно пошла навстречу ты шо дурна чи шо шо ты рубишь она же так уже в черном что ты одеваешь а тебе не надо ой боже бросай его на спину из какой-то симу бороться чтобы выиграть не белый фартук я такая твой блин все буду ходить же капитан выбираться вылазить из задницы нужно и карина кто станет капитаном третьей команды томаш это карина не были извращенные методы воздействия на человека ей нужно было взять его сначала сделать капитана повесить на него ответственность и потом еще унизить его тем что его команда проиграла вот это мне кажется был ее вообще идеальный план красотка красотка а что просчитать я не понимаю а что просчитать пущено к себе проявлено нет я просто думал что тут про холодный расчет наверное у них какие-то там распри потому что томашка капитан но не капитана все это прекрасно понимали не знаю может быть проблема в датском королевстве ведь карина наташа и валентина они грудью вскормили томаша они постоянно звали его к себе в комнату ему в головушку вкладывали рецепты и они реально считают что томаш это их кулинарный ребенок на кухне мастер-шеф который с молоком валентины с молоком наталья с молоком карины впитал каждый рецепт который он узнал чтобы победил зато тебе последним не выберут сиди первый раз троцкого таким счастливым вижу слава богу что в черном мне все равно до кого идти мне только надо всего придурочного девочки пожалуйста пожалуйста не отдайте мне ему пожалуйста заберите меня я вам все сделаю все что захочете я буду сам и покерливая огня кикай не до него почнемо с карины наташа иди все сядь боже боже начинает молиться прикалываться лишь бы никто мошел лишь бы никто мошел ирон только не забери меня я тебе грохну я с тобой балакать даже не буду троцкий ой 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 мне фартук не надо я так постою троцкого выбираю потому что мне в данный момент комфортно с ним работать домаш я ностаю думаю об этом не не опустил голову вниз домк начал морозится там по сторонам глядей дома такое пожалуйста ну только не я возьми кого или у тебя другого чувачка пожалуйста алексей на последних соревнованиях он довольно хорошо себя проявлял г повар Блюда у него получаются, книги он читает. И вообще, парень классный. Ой, классный. Девай, Леха, синий. Ну, так, значит, распорядилась судьба, распорядился, боженька, свыше, для того, чтобы поработать мне с Томашем под его руководством. Выкупайте. Мне под его руководством, ребята. Да что за бред, это ну реальный смех. Ну, хорошо. У Томаши была Лиза, Пава и Макс. Вероника взяла Целомею, Мишу и Юлю Судакова. Карина взяла Женю, потом взяла Юлю Рыжую, потом взяла меня. Тетя Валя, что такое? Бормально, начинается комедия и цирки. Что ж такое, тетя Валя? Тетя Валя стоит уже, все, слезы, никому не нужная, горем обиженная, мухами побыта, понимаешь? Все, жизнь закончилась. И мне вот просто обидно, потому что меня последнюю выбрали, или третью, или четвертую. Я не могу понять. Тогда надо сидеть, вот, это не совбез, тут не очередь, тут никто, никого пропускать не будет. Она заплакала, наверное, потому что она чувствует, что как-то ее не так охотно берут в команды. Потому что у нас вчера был скандал, поэтому они уже меня сторонятся с Наташей. После вчерашних прокленов, что-то в душе упало и что-то поменялось по отношению к Валентини. Ну, и никто не просил никого проклинать. Это ее слова были с ее роти. Ребята, извините, но сегодня нам надо выиграть. Вам надо выиграть? Серьезно? Да. Ты сейчас шутишь? Отвечай. Батя, не шути, мы черные. Ну и понимаю, что вот, вот есть возможность без крота, без какой-нибудь ***. Просто выиграть, надо встать, выложиться, выиграть и снять *** все черные фартуки. Просто, потому что думаю, если сейчас опять команда черных не сниме фартуки, или хотя бы не будет десь там посередине. На сектор просто сделаем инквизицию. В нас спало, думаю. Ну просто, в нас полбивая. А сейчас вам, капитане, необходимо обрати соби сушефа. Смотрите, у нас из вас сегодня Кучатников, Лиза и Леша. Ну, так павы тоже сильные. Ну, я это, я просто считаю из того, что если будут какие-то процессы на кухне, то в них надо будет кому-то разобраться, если сушефов там с капитанами заберут. Да не заберут. Нет. На самом деле в команде, где шеф Томаш, сто процентов должен быть сушеф, который будет шефом. Потому что если не будет сушефом шеф, человек по натуре, то команда будет ко дну, потому что Томаш, с него сушеф и шеф, как с меня пуля. Блин, я так не хочу вот это сушефство. Если ты сушеф у Томаша, тебе надо будет еще, как бы, пытаться оградиться от провокации Томаша, потому что, ну, это очень сложный человек. Очень. Да, бери Макса сушефом. Реально. Я бы, наверное, тоже Макса. Давайте Макса. А почему бы и нет? Хай, потому что у него уже есть опыт сушефства. Он там с Наташей был сушефом как-то. Хай будет, а мы с тобой будем на кухне готовить. И все, и все будет прекрасно. Наташу возьму. Наташу. Хорошо. Давай я пойду. Ты пойдешь? Ну, давай, мне все равно. Ну что, команда, вы приняли, это непростое решение? Да. Тогда сушефы, поднимите руки. Макс. Нет. Нет, я беру Елизавету. Это облом века. Это остаточное ваше решение? Я думаю, ну, ты вообще гонишь. Реально. Ну, типа, ты на приколе. И он, короче, начинает там что-то раздумывать, раздумывать. Лучше я останусь на кухне. Хорошо, Максим. Слава Богу. Ну, ты вообще разборчивый, как ты. Это что за неопределенность? Ты же вроде не женщина. Это женщине всегда сложно сделать выбор. Ты мужчина. Ты должен четко понимать, чего ты хочешь. Чекай ты, Томаш. Дмитрий, я переживаю. Я хочу почутать, видова семья. Кто сушеф? Лиза, бери Лизу. По-моему вы доверяете? Бери Максиму. Бери Максиму. По-моему я доверяю? По-моему, Елизавете. Ну все, Лиза значит Лиза. Что вы голову морочите нам? Ну, ну, притрушене. Может, Дима просто с него смеется, а ему по барабану. У него свой мир. Ну, оно неадекватное, знаешь. Может, оно упало там. Я не знаю, что с ним случилось. Елизавету беру. А все, шефы Максима. Я все почувствую. Спасибо. Что, в натуре, братан? Ну, уже у нас у всех начинается истерика. Доверяю Лизе, слушаю вам беру Максима. Хорошо. Ух, хорошо. Хорошо, мы веселимся вам синие. Ну, ему повезло, что он взял Лизу, а не белорус. А что он послухался, сказать, своего здравого ума, то нет. Не знаю, уж кого он послухался. Но не своего здравого ума, это точно. Потому что у него его нет. Просто у него отсутствует ум, как такой, здравый, не здравый. У него вообще просто нет. Просто есть ниточка, которая держит уши. И все. Если по ничекнуть, то уши отвалятся. Я уже это про Кось колись сказала. Ну, я же не виновата, что тут много таких людей, у которых вместо мозга ниточка, которая держит уши. Завдание, которое стоят мы сегодня перед командами, пока что почуют лишь капитаны и су-шефы. И еще на выход. Та-дам! Вы становитесь предсказуемы. Что вы наделали? А если там десерты? Вот это мне опять думаю, ну все, опять 25. Опять, короче, только знают капитаны и су-шеф. И мы как додики, короче, ничего ни хрена не знаем. Потом вот это надо с каких-то подсказок собирать, что-то готовить. У нас ничего не получается. Думаю, опять на нас смотрят через этот самый. Они же смотрят на нас через монитор. Все что там, думаю, пена у них сорта дубасит. Короче, опять как сюда мы, хрен, позор вообще. Давайте, давайте. Я вас верю. Вы слышите? Если подсказки, я буду оставлять какие-то понятные подсказки. Давайте я сегодня пиду последним. Соломка, не мсти только мне. Тетя Валя, собралась. Сегодня надо в маслахе, где депси. Где вы? Все. Кожна команда сьогодні повинна приготовить по три страви французької кухни. Вы, капитани и су-шефи, не брать будете участь у приготовления. Вам необходимо будет выяснить, какие именно страви готовят ваши коллеги, а потом залишить для них кулінарные подсказки. Блин, вот это я сейчас оторвусь, типа. Я настолько по подсказкам, вот по каким-то мелким там деталям, что-то сложиться, брать. Мне настолько это нравится, там по кайфу. Ну, прям вообще хорошо, вообще хорошо. Под каждую из трех коробок загадок вы должны покласти одну так звану кулінарную инструкцию для страви. С продуктов и девайсов. Три страви, три кулінарные инструкции. Какие из продуктов и девайсов залишать под коробками – справа ваша. Да, помните, благодаря им ваши коллеги мают разгадать задані страви. Диспес, суп, основную страву и десерт. Погодьтесь, розгадати та приготувати першу страву – суп – ну, будет найлегчим завданням. Тож, за его выполнение команда отримает один бал. За другу страву цена будет выше – два бали. Відгадавши та приготувавши третью страву, команды отримают по три бали. Если команда не помылилась зі стравою и приготовила її вкусно, мы зарахуем бал и допустимем до следующей коробки загадки. Если, проанализировавши подказки, ваши коллеги не смогут отгадать страву, они мают возможность вернуться за допомогою до вас, чтобы вы сделали замену. В таком случае команда подает сигнал. Капитаны с шефами выбегают, полностью защищают поверхность и оставляют какие-то, ну, типа, новые блюда, новые подсказки. Вот, и команда возвращается, и у них есть как бы попытка номер два. Вот этот дудочек можно использовать всего два раза. Кроме того, замена будет проведена и в разе, если команда приготовит не смачную або взагалі иншу страву. На приготовление в команде будет півтори години. Час, витраченный на выбегание и замену, не компенсуется. А вам, чтобы оставить подказки, мы дамо 20 минут. Сейчас печем. Все, побежали. Берем луковый суп, значит, ты бери лук, лука, я беру девайсы, хорошо? Сливочное масло принеси мне. Я нарезаю в сотейник сливочное масло, делаю немножко нарезки так лука, заливаю это все водой, кладу туда лопатку, как бы, ну, понятно, что это надо тушить прямо в сотейнике. Вот, ставлю тарелку. Все, и первая подсказка у меня готова. Давайте, 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 давайте. Ну, идем на буйобес, все, пошли. Первое, что приходит в голову, франция, суп, это по-любому буйобес или луковый суп. Ну, это просто классика, ну, реально классика. Морепродукты бери, креветки дай бери. Взяла? Все, этого хватит. Я ложу все на буйобес, я оставляю морепродукты, рыбу, ложу все это в сотейничек, у меня шляпа для презентации лежит, и лежит лук-порей, и мы помидорки ложим эти, как консервированные, короче, типа, ну, думаю, ребята вообще догонят, ну, типа, это реально, ну, подсказки такие, которые, ну, я бы сразу догадалась, ну, вы что, это буйобес, топ-удол. Ну, я думаю, не поймут, что тут непонятного. Ну, это вообще понятно, есть понятно. Неужели только уценили, они там берут, что хочешь. Я такой лукчатый, Наташа, я такой лукчатый. Ну, сами возьмут, Еженька знает интернет. Мы сразу придумали с Наташей, что это будет блюдо луковой супа. Он популярный, этот луковый суп, и довольно легок к приготовлению. Вот так, да, Карина? Вот так, давай, красиво. Мы сразу наложили на суп, на суп мы положили в сковородку цебули богато и пачку масла, а в сотенечек я положила, нарезала костей на бульон, и все. И луковый суп, мы просто подумали, что он будет, его легко будет разгадать. Бери другой, смотри. Ну-ка, девочки, можно подвинуть вас на секунду? Надо сделать основное, основное блюдо. Я сразу вспомнил, что мы готовили фрикассей. Здесь кролика. Какая разница? Хорошо. Хорошо. Ну, это твоя идея, я против. А чего? Ну, типа, мне не нравится, это банально. Зачем ходить в брук до локала, строить из себя каких-то гениев, можно сделать то, что мы делали очень хорошо, и то, что, ну, Веша точно знает, зачем, как бы, придумывать для наших участников головоломку, с которой они, в принципе, не смогут справиться. Я знаю, что сделать. Что? Бэйби Гриб, он сразу узнает. Я беру кролика, буквально там два кубика отрезала, положила в сковородку, туда там сливочное масло, грибы, чуть-чуть налила сливок, вот, принесла розмарин. Мы, как бы, оставляем вот эти вот ингредиенты, оставляем тарелку, шляпу. Все, 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 этого хватит. Том, я прошу тебя. Соломи, смотри. Что, Вера, не? Мы делаем фрикассе из кролика. Марабин, добрый. Я составляю все на фрикассе из кролика, ставлю большую такую сковородку для тушения, ложу туда порезанного, ну, типа, на двое разрезанного кролика, потому что он не умещался, я ложу туда грибочки, чесночок, розмарин, тимьян, поливаю это все сливками, ну, типа, реально, что это не догнать, большая сковородка, тушение, стопудово. Мы оставили вырезку телячую. Приправки, оцедонеи, чебрець и розмарин в этой гастроемкости. Слышишь, там уже смородина, там надо будет его протереть. Как? Они сами догадаются, что это репортит. А вдруг не догадаются? Что, на всякий случай, да? И положили рядом смородину, смородину замороженную, красное вино, ситочку и оцей соусник. Блин, блин. И теперь мы переходим к самому страшному этапу. Объясню, почему страшному. Потому что у меня в команде один обалденный мясник, человек, который шарит в уличной еде, пава, артист, который умеет делать стейки, инвалид. И вот объясни, какой десерт я должна загадать этим людям? Фрезье? Париж-брест? Вообще! Ну, вот что? Так. Сахар. Сахар, сахар, сахар. А где мука? Мука, 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 мука. Вот, и тут у меня так в один момент так, тадам! Вот, и я думаю, а почему бы не дать им мельфей? Так, давай, я беру все на мельфей. Я помню, что у Лехи должна пойти цепочная ассоциация с луковым супом. Это все было в один и тот же вечер, короче. Он сидел у меня в комнате, и мы с ним очень долго сначала спорили о том, что луковый суп должен быть пюре или с лохмотьями, короче. А потом мы обсуждали, типа, вот этот мельфей, как его там, этот крем отсаживать, какое тесто. Я думаю, блин, ты вспомнишь это название, ну, сто процентов вспомнишь. В общем, я пошла, взяла ведро от кухонной машины, туда положила сливочное масло, муку, яйцо, присыпала сахарок и положила на садку К, типа, для этого, для песочного теста. Отделяй мне пять желтков. А потом беру такие три рюмки олд-фэшн, вот, и начинаю складывать в них остальные ингредиенты. В одну отделяю желтки с сахаром, в другую рюмку крахмал и в третью мука. Я вырезаю из пергамента такие, типа, три прямоугольника, вот, и складываю так малинку, показываю, что, ну, как бы это у нас будет мельфей с малинкой. Вот, так делаю пальчиком сливками, вот, ну, туда сливки не идут, но, я думаю, они поймут, что это имелось в виду крем. Вот, и делаю так три слоя. Так, короче, пусть будет вот так, еще один листик, еще один листик. Сколько должно быть листика? Тысяча шарифов, ну, вообще делают там три-четыре. Три слоя для мельфея достаточно. Все, элементарно. Синяя команда, десятки, они делают мельфей. Ну, думаю, ну, мельфей, может, времени-чек-то не хватит. Фондан, фондан, видите вам, все. Да. Я, короче, два побегла в кладовку, взяла тарелку. Взяла форму, поставила ее на тарелку, поставила туда одну шоколадку, потому что я знаю, что мы с Вовей проговорили то, что фондан лучше ставить одну целую шоколадку, и тогда он точно потечает. Я думаю, ну, точно вгадаю. Я поставила сито, яйца, цукор, а муку, лопатку и ложку. Вероника, отсу... Ой, Лиза, с вами, отсунься. Сейчас. На десерт мы решили сделать клафути с вишней. Классичный французский десерт. Бери перчатку. Ну, ложки. Ложку не надо, боже, пусть это они сами возьмут. Чем меньше, знаешь, чем меньше, тем лучше. Это что? Не надо. Спутает, они подумают, надо круглое что-то сделать. Круглое, клафути, оно есть, круглое. Так, вишни, ты только все берешь. Стой, сюда, что нам еще надо? Так, все, вишни достаточно, уже дураку я слышу, что это клафути. На клафути мы положили форму для клафути, круглое, я трошки виложила вишень, туди насыпала трохи муки, положила туди яйц, положила туди сахарную пудру и молоко. И рядом еще поставили мисочку с вишнями и пачку муки. Убага! Три! Два! Один! Час, вишок! Капитаны, су-шефы, можете отправляться до специальної кімнати с телевизорами. Ура! На вас ждет захопливающий кинопоказ. Можливо, кому из вас пощастить подивитесь фильм с жахом. Спасибо! Уселись мы и, в принципе, видим, как залазят наши команды. Фух! Час, спешок! Под коробочкой вообще подсказки, которые просто из моего рта сразу достают название блюда. Это луковый суп. Передо мной стоит сотейник, немножко налито воды, порезан лук и сливочное масло. Да, луковый суп. Включаю духовку. О, да! Все, полетели, полетели. Давайте, все, готовим. И круто, мы начинаем готовить луковый суп. Аккуратно. Опа! Я смотрю, помидоры пилати, морепродукты, дорадо, глубокая шляпа-тарелка. Боебец. Давай, давай, давай! Давай, мешание вообще! Давай, давай, ох, молодец, угадал. Нифига себе, так, ну, вообще, типа, мешание нормально, чувак, реально. Типа, шарит все, только мяско может резать, знаешь, типа, на мангале там работать, а он может еще реально шарит. Танечка, Бога! Так. Цибуля, вершковое масло, окремо від них вино биле, кости с курицей, то есть, понятно, что для бульону. Лук пожарить с насливочным маслом. Насливочное масло, варюбую. Луковый суп, делаем луковый суп. Тетя Валь, все, луковый суп, все. Женька, что нам делать, как мы режем этот лук? Ну, если это суп, я так понимаю, я так понимаю, должен быть крем-суп, оно блендерится, так что его просто надо обжарить. Ты слышишь, что он говорит? Он не будет блендером перебивать. Там тоже блендер, там тоже может быть. Не может. Если они его назовут луковым супом, но забьют, будет нормально. А если они назовут крем-суп, это будет ошибка. Я где-то читал, что луковый суп надо перебить в блендер. Я дома не блендерю, я дома так же делаю. Высыпала и так делаю суп с луками. Почему она не скажет, что его не нужно блендерить? Она же знает, что не нужно. Он скажет, что Женя так скажет. Может, он не сильно сделает? Сильно. Сильно сделает. Сейчас я через сито перетру. Лех, он кусками должен быть, да? Лук, да. Все. Ну, если Лиза правильно давала подсказку, мы общались по поводу того, что лук, луковый суп, я знаю, как пюре, валюты, да? А знаю, она говорит, нет, он именно вот такая тема. Кусками, да, молодец. Умница. Боже. Видишь, он вспомнил, мы общались с Лизой, она говорила, кусками, а не пюре. Алексей этот лук карамелизирует в масле, туда добавляет немножко воды, начинает варить бульончик. В это время Пава занимается сырным чипсом. У них все продукты. У нас лук, масло и все, больше ничего нет. Нафиг мы парни убрали? Нафиг что мы? Пармезан. Зачем? Пава, не путай, Леш. Ну, он должен быть полюб... Ну, слышишь, мы не ловим, понял? Он луковый, братан. Чувак, это самый быстрый суп. Да я понял, ну, оно ж понял. Не-не, Пава, не заморачивайся, это Франция. Пава, не заморачивайся. У нас было несколько сомнений. Первое сомнение, это правильно ли мы варим? Может быть, в французской кухне нужно добавить вина немного? Миха, а в луковый суп вино идет? Да, белое. Ну, не может быть, понял? Лук ты сделал, понял, и все. Пожди. Братан, как ты делаешь луковый суп? Жека, а ты как помнишь? Идет вино в луковый суп? Ёлька, вино в луковый суп? Это Франция? Да. Да? Почему нет? Да, или почему нет? Нет, вы все правильно сделали, вы все правильно сделали. Леша, зачем ты спрашиваешь у других? Меня кумарит, когда входят в другие команды. Типа, у тебя есть своя команда, у тебя есть своя голова на плечах. Это конкурс. Тебе-то, мол, честно, советовать такого? Была бы моя воля, отвечай, я бы еще раз в крота сыграла. Я бы тоже рассказала, что да, вары на воде, там, еще золотинчика добавь, там, сливок, крахвалом затяни. Ну, неужели, ну, так просто, понял, взяли и дали, ну, понял, шик, шесть секунд, понял. Так, да, Павла, все так, б***ь. Тут же Лиза, Вадик, ты чего? Ну, вот я просто не могу понять. Ну, смотри, ну, я в этом сто процентов не уверен, блин. Ну, как, кусок, говорю, цибулины, вот это жрать, понял, я, ну, оно, ну, вообще, я не могу понять просто, как оно такое. Оно, что, так и делается, я просто его не хавал, говорю, этот луковый суп, говорю, ну, ты там мотлах, вот этот хавать, сейчас Виктор придет. Вино, оно может дать, понял, при нагревании, именно супе, дать такую кислинку, как будто он будет пропавший, ты понимаешь? Понимаешь? Я смотрю, Виктор так на меня смотрит, знаешь. Слушай, на нас так Виктор смотрит, может, мы не то что-то делаем? Я тебе отвечаю, понял. Ну, значит, значит, что-то не то. Леха, короче, давай уже доделаем, что будет, то будет, неправильно там или не то, уже нам что-то другое дадут. Выливаем суп в тарелку, посыпаем пармезаном. Духовку под запекли, круто достаем, ну, красиво, реально красивый супчик, он был, базара нет, мы зовем шефа. Вы были первыми, кто закончил. Презентуйте страву. Ну, мы думаем, что это луковый суп. Цибулевый суп – это классический рецепт французской кухни. А вы должны были приготовить... Давай, давай, давай. Короче, ну, понял, не то пальцы. Цибулевый суп. Молодцы, молодцы, молодцы. До последнего ни пава, ни лизо, никто не верил, что это луковый суп. Красава, Леша, отдай пятеру. Да я до конца сомневался, что это луковый суп. Я тебе вот клянусь, Христом Богом, понял? Мені подобається, що вы довели суп у духовці. Це правильно. Добре, що вы нарізали цибулю шматочками. Але кількість жира у вашему супі приголомшлива. Поломшлива. Вы б перестаралися с вершковым маслом. Блін. Бок. Цибулевый суп должен иметь за основу бульон. А также вы должны были использовать вино. Командо синих. У вас, на жаль, не суп, а просто вода с цибулею и маслом. Хлопці, мені шкода, але я не можу прийняти вашу страву. Тому вы не заробляете один бал. А це означає, що ви повинні залишити кухню, щоб капітан та сушеф підготували для вас іншу страву. Побежали. Ой, у них не приняли суп. Отлично. Що ти хочеш? Що б сусідна хата згоріла? Ну, це про мастер-шеф. Ми з Томашем возвращаємся на кухню. І у мене було нескільки... Ну, як нескільки? У мене було два варианта супа, який я ще так могла восстановити в своїй пам'яті. Це буйобес і дюбари. Опять ж таки дюбари. Але як-то я не рискнула. І я думаю, блин, положу їм все на буйобес. Давай, моріки, риба. Так, да рада там какие-то моріки, сотейник, шляпа. Все, я думаю, що, вони поймуть все. Возвращаюсь на кухню мастер-шеф. После маленького перерыва, щоб нам поменяли блюда, которые ми не дуже хорошо приготовили. Годиться. Годиться. То є буйобес ти знаєш? Все. Мать моя жінчина! Там же були продукты на буйобес. Я думаю, ось здесь, ребята, ми попляшем. Це буйобес, ребят. Бу, я бес. А, хороше. Ти доджин просто второе вот так. Миш, скільки нам креветок? Три? Для подачи. Миша, ваше, смотри, да? Залши в своєму руки. А я вас і говорила, що вас там Миша буде робити. Да, молодец, Мишка, ваше. Вот мидии. Там моряки зачищаються, мидии подварили, осьминога запарили. Ну, какие-то самые. Все, пошла сковорода. Девки, красотки. Девки, красотки. Я надеюсь, що далі ви також оставили подсказки. Цоломія, ти бачиш, я тепер на твоєм місці. Так, так. І все, шум. Быстро приготовили, бульон є, морепродукты готові. Филе є, разрезали, сварили, все. Пилати перебили там сельдереєм, спареєм, вином. Добавили бульона, процедили, все, пожалуй. Команда «Жовтих», що у нас тут? Буябес. Да, 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 да. Буябес. Да. Знаєте що, хоча мені і подобається презентація, але ви мали приготувати… Буябес. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, он же ж такой еще, яка, знаешь, вот… Говорит, говорит, говорит… И вот так закручу, знаешь, вот так вот, как взять штопор, короче, вот так вот крутить, крутить его, крутить, пока вот до сердца доходит, доходит, когда так вот «хколь», тогда он говорит правду, как есть. Вот, вот это типа буябес, все, фу, на пряг снялся. АПЛОДИСМЕНТЫ А тебе попробовать надо. Божечко, хоть бы пришли, ну, Божечко, ну, Эктор, ну… Мені подобається кольор вашого супа. Бульйон насичений, морепродукты добре приготовлені. Ваш буябес смачний. Вы заробляете один бал, и можете переходити на наступный этап. А-а-а-а! Давай, Лиснецкая коробка. Тихо, тихо, тихо. Поднимаем. И просто, знаешь, такая эррор, эрор, эрор. Девица, кролик, грибы. Это подача. Это что? Это масло. Масло. А это? Это, по-моему, этот... Маринад. Девки взяли полтуши кроля, разрезали напополам. Лежит нога, полита сливками, короче. Разрезаны там грибы, отдельно лежат грибы. Кролик. А может быть, ножка кролика? Может быть. Нет, нет, нет. Потому что лежит ножка. Ну, тушить со сливками? Тушеный! Ножка кролика с грибами, а еще ну как? Это какое-то известное блюдо. Какая ножка? Потому что им вид резана. Я сковородку специально положила глубокую для тушения. Почему я положила мне на эту сковородку? Да. Вот так вот, такой слой алии, ой, растительного масла в сковороде, в этом, в эту сковороду вставлена, короче, этот самый. Мука и вода. Что это такое? Я не могу понять. Что? Может, поменяем? Ну, чего ж поменято? Ну, нафига. Слушайте, давайте реально, времени нет. Давайте поменяем. Зачем? Типа, клаксанем, потому что, ну, борода. Ну, с короля можно приготовить, ну, хренов, фигову. Очень немного, короче, блюд можно приготовить с короля, с ножки, с туши. Ну, реально, очень много. Да. Пошла. Мы швиденько, швиденько, шенько бежимо. И пока мы бегли, мы даже не знали, что мы сейчас будем работать. Давай медальоны, давай. Давай, да я делаю медальоны. Какие? Ну, каким-то скрюквенным соусом, какая разница? Медальоны тебе. Ну, давай попробуем, давай. Давай медальоны сделаем. Что ж мы не допоняли? Фольга нужна. А, фольга, фольга. Соломей, где фольга? Ага. Фольга. Тут. Все, схватила фольгу, побежали. Мы взяли фольгу, мы обмотали, чтобы ты бачила, что это есть медальон, ну, понимаешь? Я взяла грилевую сковородку, тимьяна, розмарин поставила, чеснок вдавила. То есть реально можно было золотолей, и все было бы готово. Ну, то есть подказка была реально реальна. Я стою, стою, только Франция, 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 Франция. Какой-то нужен гарнир. Такая, рататуй. Делаем рататуй. Помидор. Помидоры. Кабачок. Цукини. Да, все, взяла, взяла, взяла. Все? Что еще туда идет? Помидоры взяла. Форму, форму для выпечки. Веронікова выклала так, как оно должно быть. Потому что рататуй преважно подается в большей емкости. Он складается такой або шик-змейкой, або просто вот так вот. Алина, это слайс-найс-найс-найс-найс-найс-найс-найс. Тобто пошагово. Запекать? Как показать, что запекать? Мы поставили им фольгу и открыли духовку. Небе специально, чтобы показать им, что рататуй нужно запекать. Подбежать, быстрей, быстрей. Вертаемся. Духовка. Что у вас? Открытая духовка. Филе миньон с малиновым соусом. Есть. Представляешь, лежит, короче, медальон. У меня, ты представляешь, у меня тут скулы зашевелились, короче. Наверное, волосы. У меня так дыбом стоят. А то, наверное, тут сбоку так поставали, наверное. Я уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. На, 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 на. Там лукавый суп вообще блендерять. Я не понял, что они его блендерили. Ну, гурманы. Ладно, тетя Валя с Рыжой блендерять лукавый суп. Як до цього Мишлен додумався, загадка природы. Редактор субтитров А.Семкин